Рассказываем, почему в церквях воруют? Несмотря на заповедь, не укради, которая в храмах РПЦ как будто не работает. Под воровством будем понимать не только кражу, но и мошенничество, типа уговорить дать в долг, заведомо не собираясь отдавать. Существует поговорка, где черный нал, там и криминал. В церквях везде стоят ящики для пожертвований, при определенном умении из них можно украсть. Особенно если учесть, что ящиков много, а охраны мало. Прихожане оставляют без присмотра одежду и сумочки, из которых тоже воруют. В церкви создана целая система обрядов с деньгами. Перед службой подать записки и купить свечи во время богослужения. Ходят с подносами, на эти подносы надо дать денег, в ящик перед почитаемой иконой тоже денег дать, священнику исповедующему в ящик, а лучше на руку денег дать, по прошайкам на паперти тоже надо подать, поэтому без денег в храм не приходи. Формально. Это не обязательно и даже языческие суеверия. Но поощряется ведь. Чем проще люди с деньгами расстаются, тем выгоднее церкви. Фалисический ответ священника. Жертвы и воров. Это Божья воля, что вас обворовали. Бог да Бог взял. Из каждого православного утюга звучит история, как разбойники напали на Серафима Саровского, хотели ограбить, избили, а он их простил и велел их не наказывать, а Серафим Саровский это православное, наше все. Психологи это называют формирование, психологи и жертвы. Воровство в церкви выгодно для системы, если человеку не платить за труд или платить мало, но дать возможность воровать, то он будет лояльным. Его всегда можно этим шантажировать. Классическая схема. Выходит человек из тюрьмы, жить ему негде, на работу его не берут, а священник его берет дворником, сторожем или кадилоподавателем. Соответственно, он будет служить батюшке, как верный пес. Очень быстро понимаешь, что батюшку и церковь не трогать, они кормят. А вот у прихожан можно она занимать в долг и не отдать. А прихожане уже воспитаны нужным системе образом и воспринимаются как лохи и терпилы. За них ничего не будет. А если вдруг запахнет жареным, то батюшка вспомнит верную службу и заступится. А если станет совсем горячо, то можно сменить локацию и в другом приходе начать опять то же самое. В системе это выгодно, потому что все грехи системы можно слить на этого мелкого воришку. С Библией тоже проблем нет. Хоть и до нас заповедь не укради, но в Писании регулярно все друг у друга воруют. Иногда даже Бог сам велит украсть. Другими словами, заповедь не укради имеется в виду у своих не укради, а у чужих взять это не воровство, это трофей. Любой уголовник объяснит, что вор и крыса – это две большие разницы. В церкви воруют, потому что это выгодно церкви. Ничего личного, экономия, правильно то, что полезно церкви. К мнению прихожан, а тем более захожан, церковь прислушиваться не обязана. И поэтому вместо борьбы с воровством или оправдывает его, но чаще просто не замечает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова